Убийство, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Далеко не весь перечень преступлений, совершенных участниками банды. На скамье подсудимых семь человек. Преступники, называющие себя «Локомотив», во главе с ранее судимым Дмитрием Поповым, на протяжении нескольких лет с особой дерзостью совершали тяжкие преступления. Группировка была создана в 2004 году. Тогда в подъезде жилого дома один из участников банды совершил нападение на вице-мэра города Кургана, несколько раз ударив его молотком. В декабре того же года один из бандитов забросил гранату в помещение предвыборного штаба кандидата в губернаторы области Евгения Собакина. Попов, Абраменко, соучастник находящейся в розыске и вмешивший соучастник организованной группы совершили хулиганство в помещении предвыборного штаба кандидата в губернатор Курганской области Собакина, а также незаконно хранили, передавали насилие взрывного устройства. По счастливой случайности боеприпас не сработал и люди остались живы. Кроме того, в 2006 году участники преступной группы совершили покушение на жизнь заместителя директора РНЦ ВТО имени академика Элизарова убили одного из своих лидеров из обреза охотничьего ружья. Один из бандитов облил серной кислотой заместителя директора МУП за Уралснаб Валентину Вецель. В целом уголовное дело по организованной преступной группе «Локомотив» составляет 55 томов. Возраст преступников от 29 до 43 лет. Юлия Васильева, Александр Киселёв, Сергей Абалмасов. Телекомпания «Регион 45».